Привет, друзья! Просто захотелось сделать такое видео, стиль, попробовать. Когда ты говоришь, рассказываешь о чём-то, а потом говоришь, вот так это было, да, допустим. Короче, сегодня среда, Денис сегодня учится до обеда, потом попрётся со своими дружками в Макдональдс. Ну, неприятная еда, конечно, понятно. Хотя, хотя, ещё раз я посмотрела, во Франции, в общем-то, никаких добавок в пищу туда нет, таких вот вредных, как скажем. По поводу глютамата я тоже ничего не видела, там всё прописано, как бы все ингредиенты, как бы обычное мясо, никаких червячков там и так далее. Ладно, иногда просто им нужно для амбьянса, для того, чтобы побыть с друзьями, вот. Вот. Значит, он пойдёт туда, потом я за ним приеду, мы с ним купим кроссовки теннисные, потому что на теннисе вот эта пыль красная такая, и он просто мне убивает все кроссовки этой пыли. Поэтому именно теннисные одни кроссовки ему куплю, тем более, что у нас сейчас один магазин закрывается на ремонт, именно магазин Спорт Домиль, в котором продаются спортивные одежды и обувь. И написано, что там очень большие скидки, мне пришла смс-ка такая. Поэтому поем, мы купим эти кроссовки, и дальше я его отвезу на теннис, и, может быть, даже ещё выйду там на лайф. Сейчас хочу тоже один лайф сделать. И вот, как сегодня моё прошло утро, скажем, среды, да. Хотел заехать на кофе перед работой Этьен, но так как у нас были жуткие туманы, я сегодня Дениса везла в 8 утра, это был такой туманище, просто караул. Вот ехали, ели, ели, вообще ничего не видно было. Я ему написала Этьену, говорю, вы будьте осторожны, если хотите, приезжайте попозже, когда рассветёт как бы. Он говорит, попозже мне уже неудобно, я, в общем, в другой раз. Сейчас, хорошо, в этот же день позвала меня соседка на капучино, соседняя наша, вот эта вот, соседка, с которой у нас день рождения в один день. В общем, ну, мы с ней дружим, и поболтать как бы, как начался год, то есть отметить капучином этот год. Тут же прилетела смс-ка, как только я от неё вернулась, где-то было 10 часов, прилетела смс-ка, приходи, сейчас ещё одна соседка придёт, это вот у другой соседки, у моей любимой, Эмилии, я пошла туда. Так, утро, среда, поход на кофе. Так, это уже будет второй моё кофе, первое было капучино у одной соседки. Курочки, я пошла. А сейчас идут к другой соседке. Тепличка моя, вчера туда помидорки, кстати, в горшочках посадила. Уже редиска там зашла, салатики. Я сейчас иду вон туда. Вот как выглядит отсюда домик. Вот такой вот. Там Денисова баскетбольная площадка. А вон мой. Здесь живёт мадам Коза. А мы идём туда. Смотрите, какой классный почтовый ящик. Класс вообще. Уэс. Обалдеть. Какой дворик у Эмилии классный, обожаю. Смотрите, как всё сделано с любовью. Просто. Всё аккуратненько. Вот эти камни у нас везде в земле. Вот мне тоже надо так сделать, кстати, вокруг грядок. Очень красиво. Ну, курицы же всё раскидают. Всё раскидают. Смотрите, как здорово. Такая уютная терраска. О, красота. Это собака мадам Козы. Блин, она так громко лает. Бедная Эмилия. Какая красота. Чика-чика-чак. С ними так всегда незаметно проходит время. Вот эти две мои любимые соседки тоже. Считайте, у меня их здесь три, получается. Бабы, которые одного возраста со мной. Все трое. И вот у нас как-то быстро, вот так вот, за разговорами проходит время. Кто как отметил, кто чего. Какие ощущения от начавшегося года и так далее. То есть новости, как бы. Новости, фотографии показывали. Платье смотрели, в котором встречала Новый год Эмилия, например. И сейчас я вернулась и поняла, что вот так вот за ляляками прошло мое утро. А тут куча всяких дел. Ну ладно, раз оно уже пошло, так буду, позволю себе как бы вот этот день поболтать. Потому что потом, когда я повезу Дениса, в три часа он поедет в теннис. Да, хотела я выйти на лайф, но, наверное, я все-таки в то время поезжу по магазинам, потому что мне нужно купить на субботний стол на рождественский, мне нужно купить мясо, говядину, потому что свинину я уже купила, фарш уже готовый, прокрученный. Я смешиваю два мяса и делаю как пельмени. Так вот, может быть, даже сегодня я налеплю пельмени, положу в морозилку. Вчера я делала холодец, он хорошо, прекрасно застыл, он вкуснейший на этот раз, получился прям вообще супер. Первый у меня получился такой твердый, вообще не пробьешь. А этот получился нежный, прекрасный. Я сейчас, я его много наделала, я сейчас даже одну часть съела, прям не могла удержаться. Очень вкусный. Значит, мне нужно еще закупить там майонез вот этот для салатов, для шубы, селедку, вот эту вот свеклу уже готовую, вареную. Мне нужно купить горчицу. Хрена тут нету, не знаю, кто-то успеет, если поедет только моя дочь Тулузу, может быть, в русский магазин, может быть, привезет оттуда хрен. Надо будет ей сказать об этом, потому что и с пельменями тоже вкусно, и с холодцом. Придут ко мне в субботу, вот дочь моя с мужем, с ребенком, приедет Наташа с Этьеном, и еще человек один, который тоже очень хороший друг, давний. Вот. Хотели еще одного пригласить, но он улетел в командировку, вот. Ну так, по-семейному, так скажем, отметим. Вот такие дела, вот такие новости. Что еще? Денис получил вчера высшую оценку по тематике. Прям очень удивительно было и приятно. Первый день, как пошел в школу, сразу такая бам, 10 из 10. Супер, что? Молодец, мальчик. Поэтому заслуживает Макдональдс. Что еще новенького у нас? Сегодня третье число. Ой, четвертое, пардон. Уже. А где третье, и второе, и первое? Боже, как пролетело-то, ужас. Что еще новенького? Человек тут приехал на два дня, завтра уезжает. На очень крутой машине, один мужик, прям на очень крутой машине, типа джипа какая-то такая, прям защитного цвета, как военная такая. Прикольно. Ну, я так издалека вижу, и то через туман, как говорится, потому что он поздно приезжает и рано уезжает, как-то вот так. Завтра уже съезжает на два дня всего лишь. Вот, что еще? Куча всяких дел, короче, всяких планов, когда это все делать. Ну, и хочется иногда себе позволить и общение, и... А, завтра я еду снимать ферму коз, козлиную ферму. Дальше у нас впереди две фермы коровьи, мы еще не сделали, и одна будет ферма ослиная, там ослы, и там человек их дрессирует. Они у него ходят чуть ли не по этой, по досочке, знаете, как гимнасты. Что-то такое. В общем, меня впереди в этом году ждут всякие удивительные истории новые, да, потому что я везде буду брать интервью, естественно, как люди ухаживают за животными, что им это дает, что они, как они видят этот мир, там, и так далее. Мне это очень все интересно. Также буду проситься полезть на... в католическую церковь туда, на хоры, где вот этот орган, как бы, есть человек, который может открыть там и туда залезть, как бы там все поснимать. Хочу туда залезть. Ну, такие, знаете, репортажи неординарные, как бы, в разных местах. Также мы с Этьеном еще не съездили на свалку, где он работает. Свалка металлическая, то есть туда свозят всякие старые трактора и машины, и всякая металлическая металл. И там же его сортируют, короче, по разным металлам. Вот меня, то есть, в этом году будет бросать туда, сюда, туда. И, соответственно, в воскресенье тоже будет репортаж, скорее всего, на русском канале. Может, полу-там, полу-там, как бы, какие-то части там, какие-то на французском. Мы едем с одним другом, с новым знакомым. Мы едем в один городок, прикольный очень, с красивыми видами. Называется он Корне-Сюрсейль. Честно скажу, я там была раз в 15. И так вот, если вспомнить, с разными мужчинами. Потому что все почему-то туда прут, вот показывать этот красивый городок. Он очень романтичный, так скажем. Вот, поэтому, конечно же, я поеду туда с камерой, ясный перец, и буду там все снимать. Вот такие вот планы на ближайшие дни. Помимо этого, конечно, сюда втюхивается то, что мне нужно будет убирать вот эту всю красоту скоро. Или до 13-го подождать. Да даже иногда оно, знаете, до 14-го февраля стоит, как бы, и дальше. Бывало такое, чуть ли не до марта. Ну, постепенно, как бы, такое все будет убираться. Очень много планов на теплицу. Потому что там уже у меня повылезли салаты. Блеты, это вот эта листовая свекла, редис. В общем, разные салаты. Теперь мне надо туда посеять петрушку, посадить. Какие-то вот брюквы, хрюквы. И плюс еще я посадила томатики в горшочке. Пусть начинают уже расти. Потому что, когда вылазит у нас солнце, теплицу эту нагревает. Нормальная там температура. Пусть вылазит. Далее, мужчина завтра съезжает. Но завтра же прям я не буду, конечно, красить. Потому что мне нужно квасить будут салаты. Всякое такое. И перемене там, и все дела. Но в удобный какой-то свободный момент мне нужно будет докрасить туалет, который я там начала. Он очень красиво. Вот эта краска, она высохла. И стала светлее. То есть, стал именно цвет воздуха. То есть, вот здесь вот такой молочный цвет, да. А там стал цвет серо-голубовато-водичный такой. То есть, ну, цвет воздуха. На котором, в принципе, как на фоне, будет красиво рисовать всякие листья. Как я задумала там сделать в туалете. Посмотрим. Ну, в общем, цвет отличный получился. Мне нужно положить последний слой. Там прикрутить полочку вот эту туалетную. Как бы, ну, так вот все сделать. В общем, всякие вот такие дела. Помимо этого, еще, конечно же, сад со своими листьями там и со всем остальным. И дальше, когда уже появятся денежки, мне нужно будет еще привезти сюда пару телег. Ну, как это тон, да, получается, песка. И сделать пошире вот этот круг, который под бассейном. Купить туда покрывашку такую более широкую. Потому что я все-таки хочу туда поставить бассейн 6 метров диаметра. Сейчас у меня там 4,5. Ну, то есть, имеется в виду, убран, ну, когда я его расставляю в мае, да. Я хочу поставить побольше бассейн, чтобы он побольше был, посолиднее, как бы получше. И с лучшей помпой. То есть, там будет помпа тоже песочная, которую не надо вот эти фильтры менять бесконечно бегать. Я с ними замучилась, честно говоря, в прошлом летом. И плюс она мощная. И плюс, ну, то есть, не нужно ставить две помпы там эти с картушами, с этими, с фильтрами. А просто одна помпа, которая будет хорошо чистить вот эту всю воду. В общем, вот такие планы на ближайшее самое время. В дальнейшем, конечно, нужно будет озаботиться, видимо, о морозилке маленькой в тот дом. Потому что все-таки люди иногда приезжают туда какие-то праздновать события. Им нужно положить в холодное шампанское там или еще что-то. Мне, с одной стороны, не нравится эта идея с морозилкой. Потому что лишний раз, каждый раз, когда у тебя нету три дня кого-то, ты ее размораживаешь и потом снова ее включать. Видимо, нужно какую-то купить маленькую, но эффективную. В плане того, что там ничего не намерзает и не будет ничего стекать. Вот как-то так. И плюс еще нужно будет озаботиться о второй стиральной машине. Потому что я до сих пор все прокручиваю в моей. Как-то это не очень, да? Ну, все такое. Как бы здесь расслабиться не получается вообще ни минуты. Почему я так говорю? Нет, все получается нормально. Ты ходишь по соседям полдня, пьешь кофе, хохочешь там. Нормально, нормально. Все идет своим чередом. Как-то так. Всем желаю еще раз в наступившем году, чтобы у вас дни были заполнены. Чтобы у вас были интересные события, хорошие. Чтобы вы были здоровы. Чтобы ваше состояние эмоциональное было на высоте. Чтобы у вас была энергия для того, чтобы вот нам вытянуть вот это все, да, в жизни. Чтобы у вас денежки были, средства, да, в нужном размере. Ну, и, конечно, хочу всем пожелать любви. Вот прям любви, чтобы душа пела. Вот так. Не такой любви страдальческой, да, когда страдаешь по кому-то. Я еще не считаю это любовью. Я считаю это какой-то зависимостью, болезнью. А вот именно той, которой ты радуешься, тебе приносит радость отношения. Я бы очень хотела, чтобы у меня тоже такие отношения сложились, чтобы не было никакой зависимости ни с одной, ни с другой стороны, как бы. А были бы легкие и хорошие, добрые отношения, чтобы было комфортно обоим, так скажем. Вот я тут познакомилась, как бы, пока мне комфортно. Единственное, что я не люблю вот это бесконечные смс-ки, что с его стороны происходит несколько раз в день. С одной стороны, получается, человек мной интересуется, раз он пишет часто, да. С другой стороны, это тебя обязывает отвечать. Вот это все, короче, не очень я люблю. Я думаю, что вторая наша встреча, вот эта прогулка, покажет уже более-менее больше о человеке. И, ну, поймем, как бы, надо, не надо, вот такое вот все. Вот, вот такие вот новости. Еще раз всех с наступившим. Всех целую. И пойду выйду на лайв все-таки. Пока жду, когда Денис закончит школу, у меня отпишется, что он вышел из школы, пошел в Макдональдс. Вот, иначе я сейчас себя, если я не выйду на лайв, то я себя поставлю гладить белье, либо убираться, камин чистить, там все такое. Успеется это все, все это успеется. Люди пишут мне, Яна, выходи почаще на лайв, ты нам нужна, мы без тебя скучаем, все время смотрим, где лайв. Мне это очень приятно слышать, вот. Вот, я все время, знаете, наоборот, думаю, как бы слишком много меня не было, чтобы потом люди просто не разочаровались и не поуходили. Но, видите как, говорят люди, что даже скучают и чуть ли не засыпают под меня там, под мой голос. Мне это очень приятно, что вы меня ждете, поэтому по возможности я всегда буду стараться выходить и записывать какие-то видео. До встречи снова и снова.